Ничего необычного. Как я понимаю, сейчас вот первая стадия банов, похоже, туда заселился уже Ио. Героя добавили, но по факту у нас только этот герой занял чье-то место постоянных банов. Ну и вот еще и Чен, который, похоже, будет в банах после вот этих вот пару дней групповой стадии всегда. Ио занял место Энигма, потому что сейчас Энигма на четвертую позицию практически, ну, мне кажется, не будут бегать, потому что ты не можешь кольца передавать, и Доминатор стал как бы похуже, вот, поэтому, да, Энигму на четверку, наверное, использовать уже не буду. Вот, и поэтому вместо Энигмы все просто будут банить или спал. Ну, можно, в общем-то, еще и Дарксиер. Было бы подбанивать, он особо сильно не поменялся, да, с Доминатором ты уже не так хочешь играть, но, тем не менее, можно, там, купить быстрые какие-то грифзы, которые, кстати говоря, тоже стали хуже, но, там, не знаю, ну, быстрый Кримсон купить, Кримсон хуже не стал. Вот. Так что, в принципе, в принципе, Дарксиер, я думаю, мы еще увидим, но ООДЖИ у нас решили в этот раз морфингом сыграть. Распирит Лина морфинг, возможно, Лина будет саппортом, ластпик все-таки будет ООДЖИ, там они уже решат, там они уже придумают, как этого героя использовать. Абаддон. Все-таки Лина мид, похоже. По крайней мере... Ну, слушай, а кого тогда, харду ластпикать, что ли, для Себа? Ну, получается, что так. Получается так. Получается так. Марфа на кэри, Лину на мид, Абаддона на линию с морфингом, ну и, допустим, Дарксиера пикают же тоже. Можно пикнуть. Тут у нас нет антимага. Как бы ластилера ты уже пикать не хочешь. Это понятно. Против Марфа. Ну и какого кэри взять? Ну, Дарксиера будут банить тогда. То есть сейчас возьмут какого-то кэри, Дарксиера забанят и потом еще заберут, там... Не знаю. Мид, возможно. Парвард кейм. Что у них, пак? Пак, гримстрок, сэнкинг. Сэнкин, гримстрок, пара саппортов, понятно. Пак, наверное, либо мид, либо оффлейн. Если пак мид, надо тогда какого-то супер-хардкэри брать. Типа, не знаю, ПЛа или... Ну, ПЛ тут, кстати говоря, хорошо будет смотреться. Либо ПЛа, либо... Ну, вот решили Медузу... Ну, Медуза, возможно, кстати, на мид пойдет. Ну, вот. Ну, тут Дарксиера точно надо банить. Прям 100%. Форвардом. Энигму в итоге вот же, кстати, подбанили. Я только сейчас заметил. Даже после того, как пикнули гримстрок сэнкингом. Хотя я аж сказал, сэнкинг с гримстроком пара саппортов. Но, наверное, все-таки сэнкинг будет на позиции 3. Я так это... Ошибся. Ошибся. Поторопился с осуждениями. Ну, и форвардом нужен, получается, какой-то кэрри хороший. Не обязательно, кстати говоря, даже жадный. Можно выбрать что-нибудь там наподобие в Рейс Кинга. В Рейс Кинг не особо боится Лины. С Эр Спиритом. Потому что, ну, чё. Ты в него проказ дал, а он, собственно, реинкарнацию потом использует. В Рейс Кинг не очень хороший герой против Марфа конкретно. Потому что, ну, ты не можешь его пробить быстро. Даже там с какими-то хорошими артефактами. Но, опять-таки, подтанчить для Медузы за милую душу в Рейс Кинг сгодится. Какого-то жесткого хардкейра брать, наверное, не следует. Типа там Пэлла, который вроде теоретически может против Марфа Абаддона хорошо проработать. Вот, зато, вот, помимо, не знаю, помимо ВК еще какие варианты. Ну, тут забанили Вивера, который, ну, типа, с Медузой хорошо сочинал. Ну, вообще, кстати говоря, Форвард Гейминг теоретически могут попытаться дровку прожать. Сейчас. Да, дровка понерфлена жестко, но она дает скорость атаки Медузе очень жесткую. И паку тоже дает. Слушай, так это реально может быть дровка. Ну, тут тогда 100% бан Дарксира. Если хотите дровку, 100% бан Дарксира. Не забаните Дарксира, это сразу 1-0, можно даже не играть. Если еще дровку пикните и не забаните Дарксира, то и OG пикнут, то это сразу 1-0, можно даже не играть. В моем понимании. Тем более, на Рейдинг стороне прям, а, нет, все, гг. Надо Дарксира банить. Ну, тут вариантов просто нет. Еще и Расперид, саппорт. Ну, да, да, и против Медузы, типа. Тут даже если ты дровку пикать не хочешь, тут уже Дарксира очень хорошо смотрится. С Морфом, типа, там, Морфу дать ускорение, он на вейформе влетит, еще убежит обратно. Ну, жестко. То есть, бафов для Морфа огромное количество. Забыли про Дарксира, забанили Дарксира. Ну, может, не забыли, но забанили Брюмастера. А кто, погоди, кто еще? Есть Дум? Ну, вообще, да, может какой-то, конечно, и Дум появится, теоретически. Ну, вот сейчас мы посмотрим на пик команды Форвард, и уже будет как бы ясно, что там OG, ну, какой у них... Ну, Дарксир им уже очень хорош, чтобы Форварды не пикнули, чтобы они... Какого... Они могут любого героя взять, любого. И Дарксир уже будет хорош, уже будет хорош. Ну, может быть, там есть какие-то герои лучше, есть какие-то герои хуже от Урса. Урса конкретно против Дарксира на линии плюс-минус неплохо смотрится, если саппорт подсаппортит. Но мы же всех прекрасно понимаем, что на Радиан стороне пулить крипов вообще за милую душу можно. Там пришел Эрспирид, сыграл пачку, привел между Т1 и Т2 фармем. Урса без экспы, саппорт приходит, там начинает гонять. На него можно вкатиться под щитами, убить его, если он придет. Ну, не знаю, Дарксир просто идеальный пик, вот просто идеальный. И против Гримстроука хорошо. Да блин, ну я не знаю лучше пика, серьезно. Просто не существует лучше пика, чем Дарксир в этот драфт. Виномантер какой-то против Урса мне не нравится. Что там, Дум, Дум на линии против Урса тоже плохо. Там по игре он хорош против Пака, против... Ну, против Медузы, кстати говоря, Дум может быть неплох, если Аганим купить. Ну вот, а так вот... Типа против Урса на линии зато плохо предстоит. Ну, в общем, ждем, что Нотейл какое решение примет. Вероятно, не только он там решает, а, наверное, и Сеп. Ну, судя по трусайту, который вышел у нас давным-давно, там как команда общалась на Интернешнл, а она молчит, и все остальные драфт. Пангольер. Ну, типа ок. Пангольер так Пангольер. Я свое мнение, короче, высказал. Лучший герой, чем Дарксир, тут было не придумать. Пангольер конкретно, ну, наверное, получше на линии, чем Дум. Наверное, получше, чем какая-то там... В чем еще ОДЖИ сегодня там Легионкой играли. Вот. Но Урса, если залайнится против Пангольера, там, в общем-то... У Пангольера могут возникнуть трудности, но, опять-таки, мы на Рейдинг-стороне всегда понимаем, что Расперед может там подпулить Крипчиков, если что. И будет, как бы, норм Пангольеру стоять. Ну, опять-таки, глянем. Тут очень многое будет... А, так это Топсона и Сеп на линии. О, как! О, как они решили. Ну, ладно, так тогда это привносит, собственно, новые краски в драфт ОДЖИ. Посмотрим, что они с ним смогут сделать. Ну, интересно развитие драфта на ЛИНА-3. Ну, и, понятно, стандартный абадон, которого в этом патче особо не изменили. Конкретное его предназначение. Приходи, кидай Койлы и Дэнайся. По-прежнему, можно его использовать для того, чтобы приходить на линию, постоянно спамить Койлами, постоянно Дэнайт возвращаться назад. Это делать бесконечно. Ждем начала игры. Второго матча из четырех на сегодня. Кстати говоря, третий матч у нас в Форте будет. Игра. Гомбит. Гомбот. Ну, посмотрим. Надеюсь, что будут выступать Гомбиты, а не Гомботы. Да, нет. Гомбит сейчас реально мог. Поэтому Гомбит Альянс, третья игра у нас. Мы эту игру каким-то... Ну, там параллельно будет Сикрет Лиг. Поэтому у нас эта игра. Сикрет-Сикрет, конечно, очень хорошо. Я, в общем, бы не отказался любую из этих игр покомментировать. У нас будет такая возможность. Так что... Все нормально. Пока игры у нас были быстрые. И на всех каналах общих игр быстрые. Никаких игр по 50 минут. Пока все очень похоже. Все, что мы смотрим, это то, что было в предыдущем патче. То есть у нас вышел глобальный патч. Ну как, у нас аганимы появились. Но в целом игра не поменялась. Как это бывает при выходе глобальных патчей. Что прям все. Ну так, немножечко, немножечко, да. Самую малость. Какие-то герои стали чуть-чуть похуже. Какие-то стали чуть-чуть получше. Добавили, собственно... Ну, драфт немного меняется. Из-за того, что добавили вис по Марсу. Марса, кстати говоря, по-прежнему на нашей трансляции, по крайней мере, никто не пикал. Но на параллельных его пикали. И на первой трансляции, по-моему, на третьей. Так что нам пока просто не везет. Вичи Гейминг, по-моему, с этим Марсом там за 20-30 минут выиграли. Ликвиду. На первой карте. Было и такое. Марс хороший герой, никто не спорит. Но он при этом и проигрывал так же быстро. По-разному бывало. Топсон, похоже, здесь погибнет. Хотя непонятно, кто кого тут, а. Но очень больно бьет руками. Перекачка. Хотя бы выкопал еще призрака Топсона. Нагло играет. Там по скаусе линии увидели то, что... Да, Медуза-то, кстати, может все-таки не на мид тогда, а на сайдлинию поставить. Урсу в мид против Пангольера. Там реально будет очень удобно стоять Ивару. На короткой линии против Урса стоять труднее, мне кажется, чем на длинной. Или нет? Что-то сложно сказать. Ну ладно, на длинной линии там, по крайней мере, что-то пульнуть можно. На миде пульнуть ничего не удастся. Но в итоге все-таки Медуза становится. В мид, возможно, лучше было бы вместо СССР сюда пойти Ивару. Вот в итоге Ивар пока у нас перебегает в топ. В бот перебегает СНК на паке. Ну и вот она, лидная позиция 3. Будем за ней пристально смотреть. Пока стоит против СНК один на один. Смещается пак, поэтому линия будет 2-1. На топе временно трипла. Такая, притом, достаточно агрессивная может оказаться трипла. И Орспирит и абадон герои, которые могут с нулевой минуты нападать. У ПЛАД прокачан Инксвейл. Наверное, это не очень хорошо. Не будет сейчас возможности плеваться. Выносить какой-то небольшой ДПС. По тому же Морфлингу это ДПС серьезный. За счет вот этой перекачки подкоп уже Инксвейл. Явара отталкивает Джеракс. И за счет этого Инксвейл проходит мимо. Хотя, возможно, это был план по Дурсу. Именно с Инксвейлом играть с первой минуты. Да и все-таки Сент-Кинг четверкой оказался. Угу. Все-таки. Ну и ладно, как бы Сент-Кинг четверка хорошо смотрится. Король Песков. Кто ж спорит, да? Нормально. Топсон на центре. Пангольер, топорик против Медузы. Тут, в общем, ничего интересного. Видимо, сам экшен будет на топе. У нас атака. Погибает, но Тейлзе. Донайдс он не сумел. МСС еще не факт, что погибнет. По итогу, да, он нажимает танк. Да он довольно забавно умер. То есть он там подошел, скинул Койл. МСС как бы на него сразу. Ага, так, сюда зачаржился. У него есть винлейс. Догнал, просто подкопал и все. С одной, даже не мог теоретически. А потом с динайдс у него маны больше не было. Он все ресурсы скинул. Ну, у Лины все очень хорошо. Очень комфортно стоять против пака в данный момент. Можно будет потом сходить попозже, купить секрет-шоп и боттл. Потом постепенно с пятой минуты восполнять за счет свои баунтируны. Будет приятненько. Ну да, Себу, конечно, за боттлом чуть дальше идти, чем с нейкингу. Потому что с нейкинг на сложной линии стоит. У него тут секрет-шоп как раз под рукой рядом с вышкой находится. А вот Себу нужно линию серьезно толкнуть, чтобы туда как бы выбежать и подобрать боттл. Так, в топе попытка немножечко подбить Ану. Но она в новой форме как бы укатывается. Вот заметь, не стал вкачивать адептив страйк, как это обычно делают на втором уровне. Он берет именно в эйформ, чтобы, если что, спасаться. Чтобы его не просадить. Убить-то его вряд ли смогут под перекачкой. Хотя там первый... Не, ну на второй перекачке точно не смогут. Но ресурсы он все потеряет и будет как бы тяжело ластхитить. Там полностью перекачавшись в силу. Нужно будет здоровье восстанавливать. Стоять, смотреть на то, как враг фармит. А, в центре пока пангалер у нас 12-3, медуза 10-4. Вряд ли тут Топсон сильно медузу обыграет. Медуза подкачивает уже сплитшот. Аркин руна есть, Змейку кидает и Синти периодически. Еще раз кидает, правда. Наверное, стоило в рейнджового кинуть сначала, чтобы его добить. Кто Топсон успел задинаить крипа. Ну ладно, тут и пангалер будет фармить, и медуза будет фармить. Но просто в матчапе против медузы ты все-таки... Ну, наверное, ты как-то хочешь изначально вот эту медузу на миде побить. Чтоб ей не было настолько комфортно. Понятно, что потом эта медуза в лес уйдет и все равно свое наберет. Такой уж это герой. Но было бы круто, если бы ты хоть какие-то проблемы хотя бы на линии медузы доставлял. Тут конкретно против медузы у OG героев... Ну, я бы не сказал, что OG хорошие герои. Вот знаешь, именно хорошие... У них нормальные герои, удовлетворительные. Этими героями можно выиграть медузу. Но намного же удобнее играть против медузы, когда у тебя есть Dark Seer, когда у тебя есть... Ну, антимага забанили там, понятно. Вот. Намного удобнее играть, когда у тебя на миде какой-то тоже там... Не знаю, ОД тот же самый. Например, новый ОД против медузы, он еще лучше, чем старый ОД. Вот. Потому что у него сейчас конкретно мана стил. Не надо даже пассивку подрубать. Ты всегда как бы воруешь ману, а подрубаешь пассивку, ты еще жестче. Как бы дизейблить. Вот поэтому ОД я там тоже неплохо мог теоретически смотреться, если он не был забанен. Опять-таки Джерексов в топе должны будут убить. Он Джерексов ломает линию. Понятно, что он сейчас отдаст золото из пух. Сейчас пытаются уйти, возможно, нет? Не-не, вряд ли, вряд ли. Тут его МСС догоняет. Но линию сломал. То есть сейчас линия на Морфа будет... А, погоди, Морфа у нас уже в боте. Я понял. Значит, Себ должен будет сейчас в топ лететь. О, смотри, что он делает. Пулит или что? Не-не знаю. Странная какая-то. Я думал, неужели он сейчас просто вот так вот выпулит? Сейчас уже вот этот спот вот сюда и вот сюда нельзя пулить. Его только вот сюда можно. То есть с точки зрения пулов сравняли Радиент и Дайр стороны. Это на самом деле правильно. Но у Радиент все равно есть определенное преимущество. Как бы вот, опять-таки, пул крипов с сложной линией для четвертой позиции. Это делает там намного удобнее, намного комфортнее. Вот в этом еще разница сохраняется. Да вот я не знаю, а стоит ли вообще так балансить вот эти стороны? Конечно, то, что на Радиент стороне можно было пулить, это было нечестно. Но вот должна же быть какая-то принципиальная разница между Радиент и Дайр стороной. Мне кажется, это было бы интересно. А раньше, например, на Дайр стороне Эншенты были очень-очень близко. Можно было топорами Бестмастера фармить. На Ви так играли. Там Дайр Курьера потеряли. Кстати. Угу. Джеракс, которые там хорошенько получают от Урсы. Что ребята делят фарм. Лина фармит что-то в лесу. Возможно сейчас будут атаковать. У Лины, правда, нет уровня 6. Ну, дождутся момента. Можно будет подстанеть. Попытаться убить даже Пака. Ну, Себастин ждет момента, пока этого момента, чтобы выйти. Ну, тяжело в Пака будут попасть станом. Лина это нужно делать с очень классной позиции. Находят в итоге вообще по Лайдай, а по Лайдай. Закидывает Сайлант, срывается Снейкинг. Есть плевок, попадает и по Нутейлу. Нутейл, за что поможет, и по тикшилдам. И Лина должна выйти со стана. Абадон и по тикшилду кидает на себя, потому что ворвался АМСС. Под попытку убить Пака. Пак появляется Арба. Успевает Айдайт, но уровень там, видимо, только первый. Второй. Этого в любом случае не хватило. Абадон задонавился. Что вообще неудивительно. АМСС уходит, не попадает стан по нему, забирает невидимости. Может убегать. Может вернуться на линию за счет рангфила. Он очень быстро может восстановиться. Да и у Себастина могут быть проблемы. Он ставит вард. Прекрасно это АМСС видел. И Себастина, похоже, убьют. Хотя Абадон рядом. Да, Абадон близко. И атака здесь заканчивается. Но вард упадет. Это вопрос времени. Очень много фарма у Медузы. 42 на 5. Я еще даже не уверен, что в этот момент. Ну, лес, наверное, фармил. Да. Голи мы тут. Мы видим маленький стоит. Какой-то лес с СССИ фармить успевал. Распирит остается на топе против Урса. 1 на 1. Ну и, конечно, Урса здесь чувствует себя как дома. Никаких трудностей. Хотя это вопрос времени. Приходит сюда Лина. Сейчас может быть очень неожиданная атака. Евар без уровня 6. Можно очень сильно пробить лицом. Да, ну вот. Вот они вышли. Посмотрите, как больно Евара. Евар вынужден драться до последнего. Понимая, что уйти отсюда уже не получится. Ты просто будешь получать лишние там 2-3 удара. Джерекс нажимает Хлайн Селф. МСС пришел, подкопал. Задувка не точная. И, похоже, диджерекс сейчас попадется. Его могут вообще убить через overpower в 3, да. Шансы огромные. Сенкинг на подкопа нет. Подкопа нет. Евара нужно быть аккуратным. Он получает задувку. Надо драться. Можно и Себастьяну убить под overpower. На самом-то деле. Ну, боится. Боится Евар. Прячется в лес и делает телепорт. Уходит на базу. То есть свое OG частично добились. Урсу выгоняют на секунд 30 с этой линии. Парамить он здесь не будет. За руны на 10 минуте нужно будет подраться. Лина, кстати, грифзы у нас хочет покупать. Как будто с миды. Но на хардлейне Лину я, например, вижу впервые. Но, в принципе, грифзы смотрятся довольно неплохо. Тем более, Лина может достаточно быстро их купить. Потому что драгонслеймами фармят пачки. Вроде как, это должно работать. Ну, а Санкинг пока подфармливает тут грифчиков. Да, на карте пока особо ничего интересного не происходит. Форварды хотят фармить. У них Медуза, которая, опять-таки, никуда, кроме как из лесу, выходить не хочет. То есть, точнее, нигде, кроме как в лесу, фармить не хочет. Урса, которому, ну, нужны какие-то все-таки... Да, герой агрессивный. Но герою нужны все-таки какие-то стартовые вещи. То есть, там, даггер или, там, фейзы драмы. Или, возможно, даже ДАС. Ну, ДАС, наверное, с миды. Хочешь брать? Ну, там, фейзы драмы. Хотя бы драмы. Видели, то есть, где-то выходить, где-то уже как-то поувереннее сражаться. Тут в смоуке OG. Видимо, решили забежать во вражеский лес, попытаться как-то подгангать Медузу. Однако, Медуза, это не такая уж и простая цель для убийства. Так, должны, наверное, забрать, хотя мана-щит работает. Здоровье у Медузы медленно снижается. Тут же Дрим Койл и Си 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 уходит. Плохой Дрим Койл, я тебе скажу. Ну, Дрим Койл плохой. Лину не зацепил. И за Медузу погоня Атибасина продолжилась. Медуза уже остается без мана точно. Нажимает стики. Выигрывает немного времени. Медузу, наконец-то, убили. Но Тейл также погиб за донайдс и не сумел. Погибает и Снейкинг. Топсон идет дальше драться. Закидывает дизармы. Отпивается потлом. Живет пока Гримстровок подкопан на Топсона. Топсона, слышь, бакал. Урса уже поверил, что он сделал фраг и просто развернулся. Грубейшая ошибка получается от Евары. Ну, тут Форвард и Пуста просто все очень плавно. Дрим Койл отвратительный. Урса, Пангольеры не доб... Ну, короче, что, вы сами все видели. Вы сами все видели, да, что-то, в общем, говорите. 1300 золота для OG. После этой драки Морклинг все это время фармил. Хотя все для Форвардов могу сложиться совершенно по-другому. Они могли Медузу спасти и сами еще и подраться. Забавно то, что то изменение, которое претерпел Пангольера, ну, с одной стороны, вроде бы его понерпило, а с другой стороны, наоборот, бафнуло. То есть раньше же у тебя был 17% шанс. Ну, с тычки конкретно МСС пытаются забрать. Ну, нет, детекшн есть, все в порядке. Убили дабл демаж еще у Пангольера. Здесь же можно убить и ТЛД, да. Тут тычка, еще одна и Топсона. Так и СНС надо быть поаккуратнее. ДД заканчивается, в принципе, на свешбаках все равно это ДД не распространяется. Есть ультимейт. Можно покатиться, позиция-то идеальная, но Топсона решил просто райт-кликать. Дизарм, замедление, свешбак, ужас какой-то. Посмотрите, что происходит с Медузой. Ох, как же плохо. Ну, и об одном просто донается, потому что... Так вот, по поводу... Да, по поводу, собственно, лакешота. То есть против конкретно пика форвард гейминг, изменения Пангольера, они даже, ну, пошли бы... Пошли ему на пользу, потому что тебе... Ну, Сайланс не так важен, как Дизарм. Сейчас ты, если прокает лакешот, ты Сайланс не накладываешь, ты накладываешь только Дизарм. И это круто, конкретно против Фурса, конкретно против Медузы. Потому что, ну, Дизарм, Медуза... А, кстати говоря, Дизарм с лакешота, наверное, снимается. Это же не Алибарда. Алибарду нельзя снять. Конечно, конечно снимается. Ну, все равно это получше. Как бы там, Манту один раз ты скастовал, потом еще раз получишь Дизарму, не сможешь бить руками. Так что да, Пангольер вот с диффузами может быть и сможет тут Медузу и даже на поздней стадии одолеть. Поглядим, как будет развиваться игра. Пангольер раскастывает ульту, залетает прямо за вышку. Ситин здесь получает стан. Здесь же Джеракс влетает. Попытка забрать Пайлодай. Пайлодай успел раскастоваться. Хороший пинок от Эрспирита. И в итоге убивает Пайлодай. Мало, мало. Очень много потратили. Хотелось бы еще кого-то убить. Вот Медуза был бы классный фраг. И очень хороший коэффициент на то, что ее убьют. Прямо сейчас Медуза в ультимейте не ставится Дримкоил. Но поздновато сюда приходит Пак. Возможно, попытается разменяться. Получится. Да, Пангольер. Очень хорошие шансы убить. Пангольер. Пангольер. Есть фэшбак. Уходит. Делает убийство. Погибает Явар. Все еще живет Топсом. Продолжает драться. Ужас какой-то. Приходит сюда Снэйкинг. Нарбе улетает из драки. Понимая, что здесь можно реально погибнуть. Все это происходит под Т1, который все еще стоит. Но команда УДЖ это никак не мешает драться. Подкоп Аценкинга. Есть плевок. Попытка убить Топсона еще раз. Топсон дерется до конца. Топсон. Но наконец-то убили. При этом МСС уходит. Себастьян пытается уйти под фокуса башни. И уходит так же. Но УДЖ немножко заигрались. И все же отдали жизнь своего мидера. Ну, кстати, я еще так вот посмотрел на драфты и тоже увидел то, что взяли ласт пиком Пангольера прямо в Гримстроука и Пака. Ну, Пак, ладно. То есть Пак там, я так понимаю, он же только с Агонимом, да, сейчас там проблемы доставляет Пангольеру? Да, да. Ну, Гримстроука может как бы шестого уровня уже тебе не давать кататься. И так достаточно опасно было ласт пик. Но Пангольер пока себя оправдывает. 3-1-6. Хороший Нетворс. Вторая строчка отстает от Керри, который просто АФК фармит крипов и имеет 5700. А Пангольер, он, в общем-то, крипов не фармит, он фармит героев и имеет практически много же. Похвально, да. Это значит то, что герой не только фармит сам, но и другим мешает. Это максимально выгодные, скажем так, деньги, которые Топсон получает сейчас на карте. Но в дальнейшем у него могут, в общем-то, возникнуть проблемы с Паком, который купит Агоним с Гримстроуком. Со спины залетает Топсон, Топсон получает Дримкойл, получает Сайланс, здесь его пытаются подсейвить. Очень жесткий Сайланс, на самом деле, здесь еще и срабатывает Инксвелл, очень плохо. Здесь Пангольеру подходит сюда МСС, МСС подкапывает. Кажется, Топсон должен погибнуть здесь. А нет, все-таки Свэшбакл уходит, раскастовывает ульту урна, перестает действовать. Залетает, получает Коэлл. Еще и закатывается в Сэн Кинга краешком, вкатывается и Джеракс, нажимает Магнитайз, очень много урона по СК, погибает Сэн Кинг, Джеракс, сдерется до конца, понимает, что уйти не получится. Уруса получает стан, но Себастина лучше отсюда просто уйти. Ой, какая руна, Топсон регенерацию нашел! Он может развернуться довольно быстро. Блоги, Блоги и Дотты пока за УДЖИ, конечно. Да, он может вернуться в драку, но драки, похоже, уже и не будет. Все это время она отдыхает. Реально, у нее такой кайф. 15 минут удовольствия, 2-0-0, 97 крипов. И скоро будет тяжело, когда и Морфлинг начнет драться. Башня на центре практически упала, пока ее сохраняет Форвард Гейминг. Лина, ну вот они, грифсы, считай, почти есть. Почти есть грифсы. Абадону ботинок купить надо только что. Атакам артефакта особо, как мы помним, и не нужны. Контроль баунти. 2-2 у нас получается. Хотя нет, 2-2, 3-1 даже. 3-1 даже выходит. Спирит Весел у Эр Спирита уже готов. Сын Кинг отказался от Блинк Дайгера, кстати говоря. Решил себе Вейл покупать. Ну, хорошо. Ну, Вейл по частям собирается, дает хорошие, приятные статы. Бустит урон Сын Кинга довольно жестко. Ты же не только эпицентром дамажишь, но и Сэн Штормом там. 95 единиц урона в секунду, на минуточку. В песках. А в песках может довольно долгая драка быть. Там под Вейлом, там с талантом на 15 уровне. Довольно серьезно все может получиться. Пангальяра пытаются побить немного, но Пангальяр фулл хп. Вышка падает. Ой, подкопаться на Кинга хорошо. Эпицентр пошел. МСС. Много урона по Джераксу. Урона хватило. Себастьян также погибает. А все случилось в том моменте, когда Урса просто успел нажать ультимейт. Гримстроук ультимейт на Тобсона. Тобсон. И связывай. Ай, Анна, ну что ж ты... Ну куда? Ну зачем? Он вот прям подошел к нему на это... Да ну, блин. Смешная ситуация, конечно, произошла. И как же быстро стерло... Просто за подкоп. Просто за подкоп убили Марфа, который всю игру фармил, имел хорошие шансы для того, чтобы быстро купить, там, я не знаю, манту-пушку или что он... Ну пока он Скади хочет. Он, кстати, наверное, в Медузу будет, да, превращаться? То есть у него такая идея не покупать пушку, чтобы там убивать ваншоты героев. А вот именно купить себе Скади и манту и просто превращаться в Медузу и быть Медузой. Видимо, так он хочет играть. Байт на Себа. Ну, грифсы есть. Что дальше? Пытается Лина уйти. Байт хорош. Ну, нужно контратаковать. Дримкоил поставили. Урса пытается уйти. Пангольеру наплевать. Он просто райдкликает. Тобсон снова оказался с двойным уроном. Плайдай телепорт. Плайдай уходит. Но в любом случае получился удачный байт. Убили Урсу. Тобсон приближается к своему Аганиму. Потихонечку. Ну, да. Дифуза Блайд. Реально Аганим можно на Корпангольере себе позволить. С талантом на уровень 15 этот Аганим начинает максимально синтергировать с этим героем. Я напомню вам, что при использовании прыжка ты будешь вот так вот свэшбаклить и вверх, и вниз, и влево, и вправо. И с кулдауном 2 секунды, сами понимаете, что будет происходить. Ты можешь и свэшбакл нажать, и потом еще раз прыгнуть, и опять свэшбакл. Это повторяется, и сами понимаете, какой там урон проходит. Да, бешеный просто Пангольер. Штука прикольная. Дифуза Блайд есть, можно замедлить. Да, Медуза замедляет, Медуза остается без маны. Как же не просто Медузе играть против таких ранних Дифуза Блайд и свэшбакла Пангольера? Медуза не уходит. И не факт, что остальные уйдут. Тобсон успел раскрутиться. Поехал на пак, и лучше Тобсон отсюда вообще уходить? Нет, остается. Дерется до последнего. Хороший контроль по паку. Пак погибает. Остается Сингинг, он может подкопать Тобсон, но у Тобсона уже очень много здоровья. Дифуза Блайд на МСС. МСС не видно, МСС уходит. И должен здесь как-то марсовать в лесу. Хотя они хотят его отпускать еще один песок. Но Тейла, если что, будет возможность заденать, если будут в этом необходимость. Явар забирает ускорение. Пингуют на Анатона. Анатон очень мало ман. Но появится стикер в новой форме, сможет уйти. Но Анатон здесь рискует. Если сейчас Пайлодайдер с Сайленс, и Ана не успеет реагировать, то Морфлинга могут очень быстро убить. Могут. Ну, видимо, в этом идея. Ждут царя Песков. Царь Песков. Перекачечка пошла, и в итоге... Ну, перекачечка пошла, они должны. Ну, все, все, все. С перекачкой, конечно, тут моль вариантов убивать. Но зато можно Джерекса убить. Да, да. Джерекса, похоже, убьют. Очень много тут времени живет, но, наконец-то, его добили. Активная дота, 18-1. Это, на самом деле, как-то этот патч, пока что мы смотрим, стало очень много драк. Намного больше. Несмотря на какую-то сухость в начале. Реально, по 30 фрагов за 20 минут. Ну, дота это просто, ну... На самом деле, современная дота, ну, все уже поняли, что просто бездействовать и фармить — это ошибка. Дота — это игра про возможности твоего пика. Ты особым образом драфтишь, подбираешь своих персонажей для того, чтобы достаточно уверенно простоять на линии, для того, чтобы у тебя в лейте были какие-никакие шансы, чтобы у тебя там тавер-дэмэдж был и так далее и тому подобное. И когда твои герои получают определенные уровни, там, ключевые, да, ну, возникают так называемые точки силы твоего пика, да? Когда, например, ты вот качался, качался на Сент-Кинге. Куда Рошан идёт? Да, да, да. Время от времени ходит просто, без дизарма даже. Ну, тут, когда у тебя есть морф с маской, ты, в общем-то, Рошана очень легко убиваешь. Короче, тебе нужно вот эти вот точки силы реализовывать. Ты понимаешь, что ты вот был пятым уровнем Сент-Кинга, ты ничего не мог. Ты взял 12-й уровень Сент-Кинга, у тебя второй эпицентр, есть блинг, есть вейл. Значит, ты можешь пойти и что-то сделать, правильно? Правильно. И вот ты за счёт этого, даже когда у тебя спектр, даже когда у тебя алхимик, даже когда у тебя медуза, нельзя просто стоять и бездействовать, и фармить. Ты должен оказывать давление в моменты, когда твой пик сильнее. Если ты этого делать не будешь, рано или поздно наступит момент, когда, ну, если пики приблизительно равные по силе, приблизительно равные, да, ну, или там небольшой есть передраф со стороны соперника, или со твоей стороны, рано или поздно наступает момент, когда у оппонента появляется пик сил, и он тебя давит, и он тебя обыгрывает. И вот за счёт этого можно, скажем так, выиграть катку, когда у тебя герои несколько хуже, чем у соперника. Вот, например, как сейчас у OG, да, то есть у них, ну, по сути, это герой, ну, то есть Корра Пангалера против Гримстроука. Ну, чё это такое? Ну, он же не должен вообще кататься в ульте, теоретически. Но хороший лайнинг, хорошая игра в мидгейме, и, пожалуйста, плюс Аегис, тимфайт и небольшое преимущество, ребята ходят, давят. Ну, я вар, не там оказался. Не там оказался Урса. Очень быстро его убиваю. Здесь, понятное дело, за счёт Сайланса. Не может он жить ультимейт. Ана, Манта, Аегис, 2 500. Вместо Скати решил пока задуматься о Линкенсфере. Пока Линкенсфере, ну, чтобы там не подкапывал Лоусенкинг. По сути, это единственный стан у команды Форвардгейминг, и то он точечный, то есть он как раз будет прокать в линку. Если линку никто не собьёт, там, Змейка или каким-то там Сайлансом Гримстроука, то застанить Марфа будет невозможно, если ты не купишь какой-нибудь там Еул, там, да, чтобы настоятельно как-то сбивать эту Линкенсферу. Которую она собирается приобретать. Ну, опять-таки, для того, чтобы превращаться в Медузу, это тоже хороший артефакт. Даёт статы. А всё, что даёт статы, полезно для превращения во всяких вот агильщиков, типа Медузы, Террорблейда, ПЛа, там, Антимага и так далее. Себастьян, похоже, ничего ему здесь не поможет. Dream Coil, Spirit Vessel, подкоп. Хотя бы пиявочку зафармить нет. Ну, атаковать пытается Медузу параллельно сразу же. Медуза разжимает стонгейс, успевает до Сайланса использовать эту кнопку. И вроде как пока всё заканчивается, Пангальер окаменел, покатился Топсон. Получает ультимейт, не совсем понятно, в чём была идея ультимейта такого позднего. Просто замедлить? Ну, а вдруг там кто-нибудь там встал опять. Ой, там Евар снова вышел. Ай-яй-яй-яй-яй, но нельзя здесь погибать ни в коем случае. Евар пытается уйти, вроде как уходит. МСС здесь своё тело пытается продать. Вразмен на своего кэри. Но МСС, похоже, погибнет. Да, МСС погибает. Это ещё не конец. Джеракс на Болдере уходит. Евар под Spirit Vessel, он драться ему больше нельзя. Покатился Анатан, врыв на Пайлайдае. Очень своевременный Юл. Так бы, конечно, выстрелил. Да, прям в каст адаптив страйк отдали Юл. Не смог Ана добить Гриммстрока. Хорошо вышло. Разменяли Лину на Сенкинга. Ну, ладно, нормально. Вроде как бы Медуза не погибла. А Егис... Ну, А Егис хочется всё-таки использовать в каком-то таком крупномасштабном, да, темпатии, чтобы те его выявили, чтобы потратили скиллы. Это на разворот всех поубивало. Тут просто, ну, размен. Тройки на четвёрку, кстати говоря, даже для форвард-гейминга. И они продолжают фармить. Так что это в их интересах. Тут Лина с хайграунда пытается попасть в стан, а на неё не выходит. Дрёс Бангольер покатится с Аганимом уже. Будет веселуха. Так что я не советую особо по ротгейминг драться вот данную секунду. Топсон начинает кататься. Снэйкинг пытается уйти, теряет все кнопки. Топсон катится дальше, но тут уже... Ну, хоть и Сильзи не убить. Ну, да, да, реально. Что это? Что это такое? Эх, ладно. Такой лёгкий-лёгкий заход на хайграунд. Крипов больше нет. Заход на хайграунд завершён. На топе Джеракс видит Явара. Явара, нужно драться. Там Пашар. Но Явара испугался. Он на карте не видит других целей, поэтому... Ладно, развернулся. Снова продолжает драться. Он заметил только, что Абадона и ушёл. Чуть бы посмелее был, наверное, фраг бы сделал бы и убежал. А так сейчас непонятно, чем всё это закончится. Ну, ладно, Джеракс вот-таки погибает. И Явара нажимает телепорт. Всё получилось очень просто. У МСС ворует регенерацию у Анатана. Ну, ничего. Есть Шрайна, можно будет быстро восстановиться, если в этом есть необходимость. Дальше Башар будет у Топсона. А Егис 40 секунд исчезает. Похоже, не успеют никак ОДЖИ его использовать, там, чтобы... Хотя, возможно, пойдут сейчас на Т2, но нет, они уже по таймингам просто не успевают, чтобы какую-то башню забрать за первую жизнь Морфлинга. Медуза, Мистик Снэйк просто для профилактики по Нутейлу. Ниссан Кинг после Вейла себе наконец... А, ну окей, он Спирт Весел взял и купил просто блин. Перед он не стал, не стал покупать Вейл Дискорд. Ну, в общем-то, ладно. Вроде как Вейл против Морфа даже лучше. Тем более Морф сейчас с ультой не диспелит. Вот такой дебаф. Так, там готово встречать, похоже, Бака. Себастьян еще нахуй Турсу. Себастьян, есть Тан. Может быть, был смысл все-таки Бака атаковать, а не Урсу? Вот он. Прыжок со свэшбаклом. Урса нажимает у тиммейт. Еще один свэшбакл. И Урсу должны добивать. Да, выглядит это... Выглядит это красиво. Не знаю, насколько это прям практично, что по всем нужно попасть. Но, наверное, в какой-то массовой драке ты там по двум, по трем целям так или иначе попадешь. Это, наверное, круто работает там, опять-таки, с какими-нибудь героями, которые могут ограничить вражеское передвижение по драке. Ну, там, типа Блэкхола или там, не знаю, Дарксира со своим вакуумом. Чтобы, знаешь, стянуть всех в одну точку и прям в центр залететь. Это же как СФ. Тебе надо в центре героя быть, чтобы дать максимальный урон. Ох, снова хороший Юл. Сноунгейс. Очень много усилий, чтобы убить одного морфлинга. Морфлинг просто не надо смотреть на Медузу ни в коем случае. Анатан развернулся на Медузу. Не смотритесь. Подкоп, попытка убить хотя бы Росперита. Росперита убили. Конец лета. Морфлинг остается без маны. У Гримстроу у ультимейта больше нет. Но Тейл пытается просто уйти. Очень своевременно. Станатлины. Подходит потихонечку в драку и Пангольер. Он видит эту руну волшебства. Понимает, что вот он момент. Когда сейчас будет все еще веселее. Ну и Тобсон выходит. Ультимейт. 3 секунды кулдаун. Маны, правда нет. Тут самая главная проблема. Руну активирует. Но он даже на ультимейт маны не хватает. Вот она, мана появляется. Тобсон поехал. Тобсон неудачный пока свэшбакл. Но он двумя уже промазал. Да. Причем он и шилд крэшем ведь не попадает. То есть, да. Он кастует эту тему для того, что вот так. Тут, кажется, могут забрать сейчас Ана. Ана превращается обратно в Морфа. Выживает в итоге. А потом не выживает. Себастьян уходит из этой драки. Порта еще хотят мяса. Ой-ой-ой. Очень вовремя подкоп. Там могла быть лагуна. А в итоге, похоже, Лина вообще здесь погибнет. Да, Сайланс. И Лина погибает. Собака Форса явно недовольна вот этими действиями команды OG. Но я думаю... Вы тоже. Вы тоже. Дримкоил по Анатану. Анатан. Перекачка использована. Вкатывается Джеракс. Есть эпицентр. Урона пока мало. Спиритвесл повесили. Но уже поздно. И Анатан отсюда уходит. Ну, с трудом. С трудом. Реально, еще чуть-чуть могли бы убить. Ну, как бы... Вот, собственно, OG и потеряли. Как бы момент, когда они доминировали на карте. Сейчас у них уже не особо получается. То есть, Мангольер... Он там что-то закатывается. Кому-то дамажит. Где-то ману выжигает. Но этого урона в итоге не хватает. Если что, его свэшбакл легко прерывает с ультой Гримстроука. Если что, там, пак уже половину Аганима купил. Он, в общем, тоже может ультануть в Бангольера. Лина с харды. Ну, это Лина с харды. То есть, это все-таки не топ ДПС там какой-то, который позволяет Медузу пробивать. Одного морфа маловато. Ну, пожалуйста. То есть, сейчас форварды уже, ну, как бы впереди, можно сказать. Да, тут относительно. Нужно только вовремя будет собраться для того, чтобы организовать атаку. А то там, опять-таки, дополнительные слоты на морфе. Дополнительные слоты на Пангольере. Там какой-нибудь Башер плюс Молнии. Плюс, там, может, Абисал Блейд или там Шива. Вот, чем-нибудь в этом духе. Нападают на Тобсона. И тут же его, кажется, заберут ульт Гримстроука. Очень сложно уйти. Ульт Гримстроука связывают еще и с Линой. И в итоге, да, Тобсон погибает. Форвардам нужно сейчас стараться играть, ну, не то, чтобы прям максимально нагло и агрессивно, но вот делать какие-то выпады, чтобы, ну, замедлить темп развития вражеского пика и при этом нафармить самим хороший артефакт. Бабочки Медузи, Медуза выходит в мид. Это, кстати, вторая только тир-1 вышка, которая упадет за 29 минут. Форварды вообще ничего не спушили за это время. Как у нас раньше говорили, это золотой запас. Вот, типа, вот когда команда начинает камбэкать, типа, да, вот ты не рушишь вышки, как бы, это нормально, потому что потом ты будешь их рушить, и это будет твой золотой запас, ты еще больше денег. Ну, типа, не больше, а просто получишь эти деньги потом, когда ты уже только начинаешь доминировать, типа, ты быстрее камбэкнешь. Ага. Интересная теория, говорится. Но сейчас только уже никто не говорит. Понятно. Вышки, они, в общем-то, чем раньше забраны, тем лучше. Понятно. Короче, пока Панголер с Игоримом вроде выглядит прикольно, а на деле пока что-то вот как-то не очень это работает. Если бы это работало как Бласт Инвокера, наверное, это было прям вообще класс. Да, просто попробуй, чтобы, да, там, вперед чуть по большому радиусу, по большему, да, там. Допустим, три таких свэшбакла на, там, допустим, 45, 90 и 135 градусов. Угу. Вот, и это было бы, ну, реально намного лучше, чем вот это вот в четыре стороны, вообще пойди, попади куда-нибудь. Хотя бы одним попробуй попади. Сложно, сложно. За Рошана идут сражаться форвард гейминг и... Да, действительно, за Рошана им обязательно нужно подраться. Правда, Медуза очень много ман сжигается. Дримкойл попадает по Панголеру. Панголер Дримкойл ломает. Рошан проседает довольно жестко. Но сейчас Сурсу может ворваться с Блэкинбаром. На самом деле, Олджи сейчас рискует. Здесь Медузу пытается быстро убить. Лагуна Блэйд. Использует Медузу стики, пока живет. Если ман доставил, нужно еще немножко времени в игре. Топсон стоит, просто ничего делать не может. Но очень хорошо и кидает Свэшбакла. Эта урона, правда, маловато. Медуза до конца воюет не смогли. Так и убить. И Синси врывается. Анатан окаменел. Но Медуза убили. Медуза погибает. Врывается здесь Явар на Анатана. Под спирт-фесталом погибает в Морфлинг. И успел обвернуться в свою прежнюю форму. Но минус 3 делает ОУДЖИ. Выкупается Пак. Рошан все еще остается. Панголер также погибает. Явар против Джерекса. Явар до последнего. Пытается уйти. Росперед из драки. Себастьян продолжает фокус. И Урсу также убивают. Выкупается Урса. Приходит Пак. Пака могут убить. Пак под Сайленсом на арбе. Пытаются уйти. Находятся под Магнетайзом. Снейкинг улетает. Рошан остается на 2400 хп. Панголер без байбака. И Урса сейчас пойдет этого Рошана забирать. Он же для этого и выкупился. Страшно. 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 Куда же ты пойдешь? Без БКБ просто выйдешь. Тогда выкупаться не надо было. Дремкоил был. Ну, наверное, тогда он был в КД еще. Так бы его обязательно заюзали. Дождались Гримстрока. Сейчас, видимо, втроем пойдут Рошана на контесте. Рошана без Марфа, без Панголера не смогут забрать УДЖ. Это понятно. Но Абадон там пока стоит. У него есть ульта. Сейчас он смог заревилит. Так. Ребята понимают, что это что-то есть. Урса получает скиллы. Подрубает БКБшка. Но Тейла пытаются сгрызть. У него прокает ультимейт. Неплохой дремкоил. Ульт Гримстрока. Отлично. Отлично. Можно убивать здесь. Просто игроков УДЖ на раз-два. Джеракс погибает. Лина в Юли. Выкупается Джеракс. Себастьян пытается убежать. Абадон в Сайлансе никак не может помочь. Нажимает Урс ультимейт, чтобы просто усилить действие своей пассивной способности. Но Тейл пытается уйти. Но Тейл задонается. Не успевает. Три байбэка от команды УДЖ. Попытка убить Явара. Явар в Глимеркейпе погибает. Слагун и Гримстрок. Но он имеет байбэк. Еще один байбэк в этой игре. Уже от игроков Гейминг. Все ради Рошана. А вот если Урсу убьют, то тогда Рошана не заберут. Все. Да, Рошан упал. Рошан упал и упадет. Упадет Рошан сейчас. И пак погибает с байбэков. Да, там таймеры же. Это не только Рошан. Это может быть даже немножечко и Т3. Увлеклись. Ну, Т3. Медуза. Медуза без бабочки. Пока Сент-Кинг с эпицентром. Вейл все-таки купил. Не, наверное... Наверное... Вот сейчас дабл дэмэдж, если Медуза найдет. Только... Ладно. Нет ботла никакого поблизости. Да и вообще ни у кого, да? Кажется, нет ботла. Ну, вообще могут поковырять, конечно, немного ХГ. Но там Глиф, там Медуза. Она будет спамить сплитшотом плюс Змейкой. Там Сент-Кинг прыгнет, капнет, пески зароются. Не, ничего не... Мне кажется. Ну, поглядим. Ну, бараки не должны поломать, во всяком случае. Т3, может быть, смогут. Медуза как бы с двойным уроном еще. Не забываем про это. Сколько еще будет действовать? 20 секунд. Ну, то есть 20 секунд сразу отнимаем от спауна Урсы и Пака. А там еще как бы 20 секунд под Глифом продержаться и уже... Как бы можно сражаться нормально. А Сент-Кинг там скипает пачку еще. Подрубается Глиф. Но это не поможет. Потому что... Ну, пачку все равно Сент-Кинг скипнет. Не для этого, правда, он подрубался, чтобы крипу просто... Тобсон нормально рофлет. Похоже, никого убить в итоге не сможет. Тобсон просто спейсит, чтобы тиммейт сломали сторону. Ну, да, да. Блин, очень быстро бьет. Синси еще легкую атаку от себя получает. Анатон оставляет. Неужели спушат? А, плевать, Багдор. Пить, пить, пить. Наплевать. Давай, 500, 400. Они добьют. Изи. Не, я понимаю, но они бы не добили. Если бы хоть кто-нибудь бы. Где Сент-Кинг вообще? Сент-Кинг сейчас порталился. Ну, видимо, да. Да, да. Был бы Сент-Кинг, мы спушили бы. Ну, Сент-Кинг, конечно, все правильно сделал, что скипнул пачку. Это понятно. Но если бы он чуть быстрее смог вернуться на ХГ, своим станом с песком, там вряд ли бы уже сломали бы сторону. А так, да, у них действительно все получилось. Сломали сторону. Это очень важно. Я не думал, что у них получится. Ну, как бы я предполагал, что Сент-Кинг будет все-таки защищаться, но... Ну, да ладно. Это уже мелочь. Бабочка у Медузы. В принципе, ситуация на карте, ну, немного меняется от того, что форварды потеряли линию. Но они далеко еще не проиграли. Прямо максимально недалеко. Точнее, максимально далеко не проиграли. В общем, что, вот Медуза хочет БКБшка. Надо призадуматься о... Не знаю... О чем? О чем? О чем надо задуматься? Кадди, Кадди. Ну, можно купить с Кадди просто, но БКБшка, чтобы ману не выжигали, чтобы Лины не станела. Да, если купить БКБшку, то Медуза будет довольно боевая. Просто тогда нужно за Дримкоил плюс Улит Гримстроку делать враги. Значит, ты... Ну, БКБ я потратил, и все. И ты юзан. Будешь. Блинк на Урсе. 35-е. Ну, у нас сейчас часто так Урса поступают. Блинк игнорируется. Покупается, в первую очередь, там, Драмы, какой-то там Башер. Вот. И уже с этими артефактами как-то ты пытаешься убивать. Все качаются. Ну, Ужи потихонечку давят, но, видимо, в какой-то момент часы отойдут. Отпушат нижнюю линию, выгонят Урсу. Спешить прям заходить на хэйграунт, даже имя Эггис не собираются. Так. Ну, позиции Джерекса Ана. Готовы вдвоем вкатываться, расставляя тут Ана булыжников побольше. Урса прячется в лесу. Боится я варва ходить. Даже Блэкенбар отдавать не особо хочется. Одну секунду. Сейчас дождется новую пачку крипов. Может быть, прыгнет. Хотя, надо действовать очень аккуратно. На карте пока никого не видно. Ну, вот все. Все, заметил и Нутейла, заметил и Себастиана, заметил и Топсона. Можно расслабиться и линию поддавить немножко. Но Т2 все равно упадет, ведь катапульта. То есть, теоретически, Ужи могут зайти по нижней линии прямо сейчас. Ничего им не мешает. Пайлай Дайна, реакция в Глимер Кейп. Вот могла быть мощная атака от Морфлинга в форме Эроспирита. Ой, как же, посмотрите, что это за просто сад булыжников. А она там рывается на Санкинга. Урона мало. Явара вкатывается на Морфлинга. Морфлинг уходит пока. Но ненадолго. Но там Аегис, там Аегис. Очень много кнопок дали на Аегис. Очень много. Такой, знаете, байт, на который форды повелись. Дешевый байт. И покатился Топсон. Покатился Топсон. Сокидывает свэшбакл через прыжок. Еще один свэшбакл. Ну и все. Тем временем на центре казарма рейнджового крипов упала от самих крипов. Но уже ничего не смогли сделать после вот этой атаки и использования многочисленных кнопок от форвардов. OG просто разворачивается. Уходит. Пак дофармливает Аганим наконец-то. Ну вот теперь драка будет чуть тяжелее. Галера копнули. Он тут, кстати говоря, почти один. Но Тейл может его попытаться подсейвить. И туда обрывается еще Ана. А Ана превращается к сбитой. Ой, опасно. Будут и драться. Лины нет рядом. Здесь уже нельзя драться. Да, без Лины не вариант вообще. Ну и вот он Аганим доехал. У снейкинга появляется и сам ультимейт через пару секунд. На центре могут заметить Себастина. Похоже, это фраг. Сейчас Себастиан будет ломать Dreamcoil. И окажется встанет на очень долгое время. Но Себастиан ждет. Слишком долгий Dreamcoil. Посмотрите, он только сейчас заканчивается. Столько времени подарить не могли. Себастиану его убивают. 29-23. Какой-то просто невероятный экшен. Выходит Анатан. Выходит сюда и Джеракс. Очень такая невнятная атака. Есть Stone Gaze. Явар. Начинает драться против Морфлинга. Урона пока не хватает. Анатан очень долго живет. Но убивает Джеракса. Джеракс без Байбека. Лины не было. В этой драке с самого начала. Топсон остается также без мана. У него имеется сыр. Он может нажать его. Выиграть немного времени для себя. Но похоже, что этого не хватит. Погибает Nutail. Нажимает сыр Пангальер. Но делает это под Spirit Vessel. Он восстанавливается совсем немного. Еще один Spirit Vessel. MSS сейчас совсем скоро прыгнет. Через секунду. Должен будет копать. Юл. Я не совсем понимаю, почему уже решили после Лины. Ее смерти нападать. Без Лины тяжело было драться. Но убили Пака сейчас. Хорошо. Она идет дальше. Драться против Евара. Раевар. Еще один Spirit Vessel Poana. И похоже, на этом драка завершится. Конечно же, в пользу фроргейминга. Они намного больше получили. Суммарно там сделали минус 3 или даже минус 4. Кто выкупался. Сейчас глянем. Минус 3, да. Минус 3 по итогу получилось. Вразмен на одного Пака. 23 уровня Пангольер. Медуза почти 25. Почти 25. Почти 25. И почти готовый БКБшка. Если еще не передумают в последний момент. И, кстати говоря, похоже, передумал. Ну, наверное, Пангольеру с Аганимом на 25 уровне надо бы взять КД ульты. Я думаю. Ну, это логично. Ты же Аганим купил специально, чтобы в ульте дамажить. Ну, наверное, да. Наверное, да. И он Актарин еще делает. Ну, точно. Подзабрать немножечко. Слушай, вообще, неприятно. Да. Было смешно, да. Был бы Абисл Блейд у Урса. Он мог там дотянуться. Может, как-то скастить. Не вышло. Баунти руны. Две за команды Форвард Гейминг. Книжку покупает Морф, чтобы как можно скорее получить 25 уровень. Ну, и вот, наконец-то, она покупает артефакт, который обычно Морфы делают просто в том, вторым, после, там, Маски, или, там, после Яши, или после Манты, или после Линкин Сферы. Это Этериал Блейд. Довольно полезная штука. Полезно против Урсы, полезно против, ну, Медузы лишь отчасти, пожалуй. Потому что, ну, разве что дизармит, да, Медузу? Ну, как бы, не давать ей просто бить. Вот, однако, демеджа серьезного Медузе этим Этериал Блейдом ты не нанесешь. Если она потом еще змейку кинет, то... Фактически только... 60 процентов, там. Ну, ладно. Так, 40 точнее. Попытка забрать Ана, а она в гостерп 3 перекачивается. Ему очень больно, разрывается дремкоил. Видимо, форстафнули его специально, да? Или что произошло? Эрспирид решил форстафнуть, по-моему. Мне кажется, это была пика Медузы. Думаешь? Ну, надеюсь. Пика у Медузы в КД. Ну, у Джарекса просто форстаф тоже в КД. Вот меня и пугает. Ну, тут уже поди разберись. Все-таки это надо от лица игрока смотреть, чтобы такое поднять. Ну, ладно. Я думаю, что даже если форстаф бы не нажал там Распирид, все равно бы его забрали. Забрали бы. Забрали бы Марфа. Марфа нет. 67 секунд. За это время неплохо бы что-то сделать. Сломать, например, внешние товара, которые остались. Ну, или, по крайней мере, хотя бы один, не знаю, может, в центре. Укупает Абадон гем. Может быть, стоит кому-то ему этот гем отдать. Даже, может быть, Джарекса. Можно под Гальеру. Можно под Гальеру. Или по Гальеру. То есть... Если у него есть слот, да, то ему реально можно отдать. Да, да. Гем для Топсона. Все правильно. Топсон не так много умирает. Очень трудно его убивать сейчас становится. В отличие от Абадона. Распирит ребята на вардах. Вот он, это вардинг происходит быстрый. Но форды ждут момента. Но на скане. Посмотрите, какой идеальный скан. Этот скан попал прям в яблочко. Там почти вся команда была. Топсон, руна ускорения. На топе оказалась руна волшебства. И Явар заходит на Рошана. Ну, слушайте, под волшебством. Может, получиться очень быстро Рошан. Если еще Явар не поскупится на ультимейт, то... Могут этот момент УДЖ просто прозевать. Морфлинга нет. Еще 8 секунд. Похоже, да. Минус Рошан. Рошан третий. Рефреш Рошар от нем, оказывается. И 4G просто либо не понимают, либо не хотели. В любом случае, отдают. Вот этого драгоценного третьего Рошана. Шарт оказывается у Сэн Кинга. Возможно, что-то попозже изменится. Передадут к какому-то другому герою. К тому же паку. Может быть, он... Окажется не лишним. Как-никак, два Трим Койла будет. Либо Трим Койла за Трим Койлом, либо в один момент. Не так важно. Может, получится сильно. 30-26. Графики у нас в какой-то момент прыгали. В какой-то момент уже оторвались на 7000. Но вот сейчас... В нуле. Минимальная разница у Форвард Гейминг. Кабадон уже берет себе 20-й так-то. И 25-й не за горами. Аганим, конечно, тоже хотел бы сказать, что не за горами. Но до Аганима еще слишком далеко. Хотя, может быть, Нутейл может призадуматься и реально его пытаться следующим артефактом как-то потихонечку собирать. Может быть. Зерел. Посмотрим. Вот он, Зерел. 25-й у Медузы. Тысяча к маней. Того. 2300. Медуза с Аегисом. Ну да, ОДЖИ такой смоук активировали немножко неоднозначный. Прямо только что соперник забрал Аршана. Ты прямо сейчас идешь как бы с ним драться. Причем еще не в самую удачную позицию. Там на вражеский хайграунд заходит ОДЖИ. Но они понимают, что тут шрайна нет. Можно, в общем-то, там попробовать подраться. Круто залетает Пангольер, но получает Койл. Он все равно будет прыгать. Он еще жестче делал. Смотри, что творит. Да! Он стоит на месте и просто прыгает. Непонятно, насколько это хорошо вообще. Это Дрим Койл. Гримстроук погибает. Пак погибает, выкупается. Медуза остается без маны. Ну и какое-то время поживет, но Медуз здесь погибнет. И останется без своего Аегиса. Драка продолжает в другой части карты. Урса. Есть Блэкенбар. Пошел эпицентр от Синькинга. Наконец-таки выбили Аегис. Попытка убить Росперед. Росперед пока уходит с Гемом. Очень важно. Он отсюда уходит из этой драки. Попытка убить Себастина. Себастин под эфотингшилдом. Очень много времени выиграет Абадон. Он все-таки погибает. И здесь Себ. Находит Абадон. Абадон без ультимейта. 80 секунд погибнет Абадон. Но Синькинг в таверне. Анатан продолжает драться. Медуза без Аегиса. Анатан прыгает. Попытка убить Пак из байбека. Пак. Пак погибает. Его не будут 2 минуты. Медуза остается одна против Себастин. Стан от Себастина. Погибает и Медуза. Хекс на Урсе. Урсе получает задувку. Вкатывает Сверд Спирит. Явара нажимает ультимейт. Пытается драться против Морфлинга. Но получает сразу же стан. И Явара здесь также должны убивать. Лагуна Блейд заходит в ультимейт. Тут ошибается. Себ достаточно грубо. За счет этого жизнь своего саппорта, похоже, отдает. И Эбисал. И погибает Джеракс. Ну и погибает Явар. Могли спасти по итогу Эрспирита. И надо давить. Надо идти душить мид. Только 2 байбека у команды Форорд Гейминг. Укупается Медуза. Выкупится Урса. И такое ощущение, что это может быть просто трон. Этого не должно хватить вдвоем против четверых. Ты не защитишься. Правда, конечно, Эрспирит еще может выкупиться вдвоем против пятерых. Решили пока пойти на вторую линию. Топсон уже здесь. Да, Трим Койл под этого Бангольера оказался чудовищным для команды Форорд Гейминг. Казалось бы, это контра. А в итоге это наоборот даже помощь. Ну потому что ты когда катаешься, тебе тяжело целиться. А так ты типа стоишь на месте и просто, знаешь, меняешь направление шарика своего. И кастуешь. Вышло прикольно. Вторая линия. Ой, да ну ладно вам. Добить. Набили. Топсон покатился. Ультимейт от Гримстроука. Никто по Бангольеру подходить не будет. Топсон продолжает кататься. Прыгает. ССС. Игс Вэл на него. Топсон уходит. Остается без маны. Шоткарн Медузу. Очень больно. Но недостаточно для убийства. И можно уйти. Можно уйти. Ребята уже получили слишком много. Учитывая, что буквально 3 минуты назад они ничего не имели из этого преимущества. Посмотрите, какой резкий прыжок. Да, последний Тимпфайт позволил Лоджи нереально много заработать. Там уже Акторину Пангольера. Там Морф уже Сатаник почти собрал. Считай, Себастьян сейчас купит себе A-ndisc. По крайней мере хочет купить A-ndisc. Хотя, не знаю, действительно ли он Себастьяну нужен. У него довольно хороший. Ну, плюс-минус такой показатель брони. 14 плюс 7. Это не 3, не 5. 2000 здоровья. Есть Иул, есть Гривзы. То есть его так пробить-то все-таки будет непросто. Ну и контрольцы очень важные руны. Посмотрите. Волшебство снизу. ДТ на топе. Лучше вообще руны могут быть для команды УДЖ прямо сейчас. Для двух коргероев. Наверное. Да, вряд ли. Просто нет. Но 2 дабл дэмэджа заспавнится не может. Поэтому... Ну, а панкарьера дабл дэмэдж не нужен. У него ведь на свэшбакл урон фиксированный. Независимо от того, сколько у тебя урона на руках. Поэтому большинство будет поприятнее, чтобы ты просто свэшбакл чаще мог спамить. Поэтому конкретно здесь ДД панкарьер не так нужен, как именно лошебство. Байбеки откроем. По байбекам. Санкинг, Расперед и Гримстроук. То есть вообще не густо для форвард гейминг. Медуза дофармливает Блокенбар. Очень бы хотел за драки от Блокенбар купить. И это получается сделать. Блокенбар есть. Панкарьер покатился. Блотус орби этот шарик. Ничего ты не можешь ему сделать. Одна секунда кулдаун. На свэшбакл. Да, выглядит это, конечно, и секс. Ну, да, да. Омега лул. Панкарьер без вайбека. Но третья линия упала. Правильно. Там, правда, остается одна казарма рейнджовая. То есть это не мега крипы по-прежнему. Урсанал УХП. Дабл-юул. Выходит Медуза. Стоунгей. Слоту сорб. Пытаются ребята просто отсюда уйти. Снизу будут крипы подходить. Нужно это форвард гейминг обязательно проконтролить. Иначе рейндж-барак упадет. Погибает Урс Перед. И сразу же, да, телепорт. Вот. С СССИ все правильно. Иначе будет тут казарма могла упасть. Ну, ладно. Пока игра не завершена. Ну, в целом вопрос, когда форвард гейминг будут играть против мега крипов, это исключительно вопрос времени. Ой, пак погибает. Пак погибает. Да, без вайбека гем отдаёт. На, тут. И ДД. И снова ДД. Потому что рейнджовый барак забрать это вообще никакая не проблема. Влетит опять Пангольер своей ультой, там, всех растолкается за пространство. Ну, а Морф просто, там, со своими артефактами Лико, там, со Скадис, Мантой. Лико с этим бараком разберётся. Дабл дэмэдж Морфа. Но хотят дождаться всё-таки Пангольера. Вешают на себя щиточек Кана. Медуза тут стоит вкусная. На нас БКБ. Только если забайтить на Блокинг Бар, это максимум. МСС вышел. На МСС подошёл. Подкопали Абадона. Мгновенно Абадон использует ультимейт, чтобы выйти со стана. Сенкинг получает стан Хекс, Лагуну. О, в Глиммере получать не так много урона, как хотелось бы. Ана привязывается к Нутейлу. Не самый худший вариант. Себастин всё-таки стоит и отстанивается. Стан по двоим. Задувка по двоим. Подкоп от МСС. Абадона зацепили. Абадон погибает, но разменивается на МСС. Сенкингу, скорее всего, придётся выкупаться. Ближайшие секунды. А, она уходит. А, Пангольер уже появился. Ну, вообще, уже в целом. Тут, как бы, пока нет Абадона, надо драку форвардом 4 на 4 принять. Понятно, что Сенкинг ждёт. У него шрайна нет. Он сейчас будет полчаса ещё до этой драки бежать. Казарма снизу падает. Форвард должен даже защищаться. Они не могут дезодраться в полном составе. В чём проблема. Там Гримстроук вроде дефает как-то. Ну, как-то так. Он неохотно дефит. Ну, и Урсу сейчас заберут. Ну, вот чего я ждал непонятный МСС. Надо было выкупаться, сразу лететь сюда. То есть, ну, пока было время. Ну, а сейчас уже, конечно, 3х4 защищаться сам, понимаешь. У Барака 337 хп. Один Гримстроук это всё дело своим проку фейтом задефать не сможет получать. Хекс с огромного просто рейнжа его себе фиксует. Опа, Товсон. Не, ну, этому шарику вообще наплевать. Он стоит, кайфует. Мега-крепы. У Урса нет 90 секунд. Понятное дело, здесь уже Медуза без какой-то раперы не может ничего сделать. CCNC. И впервые я вижу, что прямо у G-TX начали активно спамить фразы. Потому что предыдущие две карты, эту, они так очень хладнокровно играли. И вообще фразы не спамили. А тут прям понеслась. Ну да, игра в кармане. Ребята, это чувствуют. Защищает фортгейминг. Понимает, что с Медузой, наверное, ещё можно попытаться поиграть. Но делать это будет нереально трудно. У Урса уже артефактов маловато для такой минуты. Смотрите, у него реально ничего нет. Барабаны, маска, БКБ, Абис. Но этого мало всего. Это уже не предметы. Скоро спавнится. Точнее, скоро. Прямо сейчас четвёртый Рошан. Надо раперосик. Раперосик вот на Медузе. И поехали. Есть какой-то, знаешь, шанс всё-таки. Что Медуза за БКБ успеет расстрелять героя. Вот реально. Дать Dream Coil. Хотя бы там в двоих героев. Допустим. Ну, хотя бы в Бангольера и Ир Спирита. И за это Dream Coil под БКБ Медуза будет бить. И она реально с рапирой может расстрелять. Бабочек там никаких нет. Но Рошан падает. Эссенция Аганима. Интересно, кому достанется? А, кому же она может достаться? Морфу? Да, забирает морф. А что у него? А у него там типа пониженный КДР, монокост. Да, наверное. На скиллах при морфе. А, у тебя очень большое раньше использование способностей. То, что я точно помню. То есть ты можешь кинуть сниженный кулдаун редакшн. Что-то там еще. Я не успел прочитать. Ты можешь любые способности кидать на какую-то огромность. То есть ты можешь кидать Бласт с Т2, например, на Т3. Той же Пугны. То есть там это вот так вот работает. Топсон. Топсона пытается убить всеми силами. Очень близки к этому. Топсона, наконец-то, убили он без байбека. Вкатывается она в драку. Вкатывается на Гримстроука. Апира есть. Пангольер без байбека. Да, Медуза бьет. Ну, там падают, конечно, Т4 вышки. Падают Т4, да. Голотрон остается. Медуза получает фокус от Анатана. Анатан очень больно. Очень больно. Нет, тут рапира, не рапира. Ты просто урона слишком много получаешь. Еще одно убийство для морфлинга. Морфлинг уже вкатывается под фонтан. Медуза без байбека. Анатан здесь развлекается. И по лайдае также убивает ультра килл. Рэмпиджа, похоже, не будет. Или будь. Эх, нет. Не будет рэмпиджа. Ультра килл остается. Ужи побеждает на этой карте. 53 минуты 20 секунд. Не самая простая карта. Тяжелая была игра. Хотя вначале Ужи довольно серьезно доминировали. Ну, а потом настал момент, когда там появились какие-никакие артефакты у форвардов. И уже возникли трудности. 4-14 пак. Не самая хорошая игра от Снэйкига. То есть у него тут... Ну, что его тут... Ему тут мешает Джеракс. Но когда ты покупаешь EUL, тебе Eur Spirit... Ну, не должен уже так сильно мешать. Мешает немножко Лина. Но у тебя есть шип. То есть, в принципе, это можно... Было бы, наверное, поменьше умирать на паке. Ну, а в целом форварды... Ну, наверное, плюс-минус неплохо сыграли.